Цезарь Куников на дне Украина уничтожила один из главных десантных кораблей флота РФ – Цезарь Куников. Он не пережил встречи с украинскими морскими дронами «Магура-5». Корабль атаковали сразу несколько дронов. После удачного попадания Цезарь Куников получил критические пробоины и начал тонуть. Фактически он упал на левый борт и пошел ко дну. Интересно, что корабль назван в честь офицера Советской Армии – Цезаря Куникова. Он погиб 14 февраля 1943 года. Большой десантный корабль также отправился покоиться с миром в День всех влюбленных. Не зря говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Черноморский флот РФ имеет два основных типа крупных десантных кораблей. Первый похожий на гражданские «Балкеры». Это проект 1171. Их производили в польском Гданске. Второй тип – 775. Они по размеру меньше и более эргономичны. Их удобно использовать для проведения десантных операций морской пехоты. На борту можно разместить до 14 БТР и до 120 человек. Конкретно к такому типу принадлежал Цезарь Куников. Его спустили на воду в 1986 году. С этого времени он стал основной рабочей лошадкой Черноморского флота РФ. БДК участвовал в Югославской и Грузинской войнах. В 2015-2017 годах доставлял оружие в Сирию и обратно в Россию. Это уникальная операция, которая снижает возможности российских оккупационных войск в Черноморском бассейне. И не случайно после потопления Цезаря Кунникова приняты кадровые решения в Российской Федерации. А именно устранение должности командующего Черноморским флотом. Примечательно, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину корабль готовили к десантной операции в Одесской и Николаевской областях. Но после провала Цезарь начал исполнять логистическую функцию. На нем доставляли военные грузы из Новороссийска в Севастополь и Бердянск. Но благодаря успешной работе украинской разведки эпоха Цезаря Кунникова завершилась. Потеря БДК для страны-агрессорки велика не только в стратегическом плане, но и финансовом. Форбс оценивает его стоимость в 110 миллионов долларов. А это уже не первый корабль 775-го типа, который затопили украинские спецслужбы. Первым пошел на дно Новочеркасск. 24 марта 2022 года в Бердянске его повредили ракетой «Точка-У». А уже 26 декабря полностью уничтожили при помощи «Штормшедоу» Феодосии. Стоимость Новочеркасска оценивается в 85 миллионов долларов. Министерство обороны РФ также потеряло военно-десантный корабль «Оленигорский горняк». Украинские военные поразили его морскими дронами 3 августа 2023 года в Новороссийске. На нем террористы перевозили военный транспорт и грузы в оккупированный Крым. Также известно, что экипаж корабля составлял 87 человек. Кроме этого, на нем могли разместиться 250 десантников. Стоимость такого плавучего оружия оценивают в 75 миллионов долларов. Досталось и большому десантному кораблю «Минск». Его поразили ракетой «Штормшедоу», пока он стоял в сухом доке в Севастополе 13 сентября 2023 года. Минск и «Оленигорский горняк» сейчас проходят серьезный ремонт, который продлится не меньше года. Также в марте 2022 года в порту Бердянска ракетным ударом ВСУ уничтожили корабль «Саратов». Это был первый БДК, зашедший в оккупированный порт и доставивший военную технику для российской армии. Его стоимость – 75 миллионов долларов. Всего Украина уничтожила уже пять крупных десантных кораблей Черноморского флота России. Их общая стоимость – 305 миллионов долларов. В РФ осталось еще два БДК. И ходить, скорее всего, им осталось недолго. Любое плавсредство Черноморского флота является законной целью вооруженных сил Украины. Поэтому данная плановая работа будет проведена и в дальнейшем. Украинская сторона создала уникальный исторический прецедент, когда страна, которая не владеет флотом, нанесла решающий характер поражения стране, владеющей вторым по величине тактико-техническим характеристикам флота в Черноморском бассейне. Украинские спецслужбы обстреливают военно-морские силы РФ не просто так. В настоящее время десантные корабли являются резервным способом обеспечения российской группировки на юге. С каждой потерей у Москвы все меньше альтернативных логистических путей. И как только Крымский мост упадет, доставлять оружие армии оккупантов будет невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова